Здравствуйте, дорогие телезрители! До наступления Великого Поста остается ровно одна неделя. И в сегодняшний воскресный день в храмах было прочитано повествование о страшном суде Божием, текст 25 главы Евангелия от Матфея. «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую, и скажет тем, которые по правую сторону Его, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира, и скажет тем, кто по левую, «Идите от Меня, проклятый, во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам Его».» Этот евангельский текст имеет большое вероучительное значение. Прежде всего мы получаем представление о будущем, втором пришествии нашего Господа Иисуса Христа на землю. Оно состоится прежде, чем Бог прекратит существование этого мира, однажды им созданного. Второе пришествие Христа будет кардинальным образом отличаться от первого. В первый раз Бог, воплотившись во Иисусе Христе, пришел на землю в уничижении, многими неузнанный, незамеченный, подвергся страданиям казни на кресте. Второе пришествие будет очевидным для всех. Сила и слава Божества во Христе будет одновременно явлена всем племенам и народам, и каждому человеку, никто не сокроется от его взора. Все будет пронизано светом божественных энергий, в которых раскроется и совесть каждого человека, явными станут все грехи и преступления, а души праведников просветятся, как солнце. Второй урок нынешнего евангельского чтения состоит в утверждении той истины, которую очень неохотно признает современный человек. Речь идет о вечности мук ада. Ум человеческий сегодня выдвигает аргументы против признания вечных мук, хотя на самом деле все эти соображения наивные и поверхностные. Говорят, например, что с вечными муками не может сочетаться любовь и благость Божия или за ограниченные временем земной жизни преступления несоразмерно и несправедливо полагать вечное наказание. На последний аргумент сразу ответим, что в таком случае и праведникам не следует ожидать вечного райского блаженства, ведь и у них земная жизнь краткая и вечное блаженство в раю также награда несоразмерная. Однако в вечном блаженстве праведных людей никто не сомневается. Как угодно могут философствовать люди от своего ума, но одного факта отменить невозможно. В Священном Писании Нового Завета мы ясно читаем о нескончаемости мучений грешников в аду. Сам Господь Иисус Христос употребляет такие выражения, как «Муки вечные», «Червь неумирающий», «Огонь неугасающий». И оспорить, перетолковать смысл этих ясных выражений невозможно. Святитель Василий Великий пишет, «Если при таком числе подобных свидетельств во многих местах Писания многие еще, как бы забыв о всех подобных изречениях Господа обещают себе конец мучению, чтобы свободнее отваживаться на грех, то сие, конечно, есть одна из козней дьявольских». Из опыта духовной жизни мы знаем, что дьявол искушает человека через помыслы ума. В связи с этим вспоминается еще одно очень точное светоотеческое психологическое наблюдение. Дьявол искушает человека двумя способами. До греха он представляет Бога милосердным, готовым с легкостью простить любое преступление. Тем самым вводит человека в состояние легкомысленной беспечности и подталкивает ко греху. А после того, как грех сделан, на сознание согрешившего обрушивается поток совсем других помыслов. Дьявол представляет Бога уже строгим немилосердным судьей, карателем стремится ввести грешника в состояние отчаяния, подобное тому, что переживал Иуда предатель, который, как мы знаем, не покаялся, а повесился. На самом деле Господь Бог и благ, и милосерден одновременно. И милость, и справедливость в одинаковой мере свойственны божественной природе. Не следует, кстати, полагать, что способность миловать и прощать ослабляет справедливость Божию. Она превосходит справедливость. Святой апостол Иаков говорит так, «Милость Божия превозносится над судом». Тут можно привести пример из человеческих взаимоотношений. Допустим, некто был должен другому человеку определенную сумму денег, но решил вернуть значительно большую сумму из чувства любви и благодарности за оказанную услугу. Так иногда бывает, особенно между близкими родственниками. Вернувший деньги поступил справедливо, ведь он выполнил договоренность, но в то же время он превзошел справедливость благодаря своей любви и доброму расположению. От человека во многом зависит, в состоянии он привлечь Божию милость или нет. Если грешник искренне раскаивается в содеянном, пусть даже это раскаяние происходит у гроба, у края могилы, то он привлекает милость Божию. Но какова же посмертная судьба грешников, который сознательно, последовательно, упорно, принципиально отвергает милосердие Божие. К югу от старого города Иерусалима находится долина Энном, по-армейски Кеханом, по-гречески Гиенна. В незапамятные времена здесь совершались языческие жертвоприношения, часто человеческие сожжения. Во времена Древнего Израиля долина Энном использовалась как огромная мусорная свалка. здесь постоянно тлел огонь. Эта свалка гиенна и стала образом нескончаемых мук, на которой обрекает себя душа, лишенная Божественной благодати. Да и как может быть по-другому? Христианин, который имеет опыт духовной жизни, свидетельствует, как хорошо бывает человеку, когда его посещает Божественная благодать. Мир, тишина, радость, любовь. Вот признаки действия Святого Духа. Но, напротив, говоря словами апостола Павла, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Человек свободен и в своем выборе между добром и злом свободен. А Бог по своей природе кроток. Он не проявляет по отношению к человеку ни малейшего насилия. Человек, принципиально избравший путь без Бога, отвергнувший благодать, погружается в состояние скорби и тесноты, мрака и холода и остается наедине со своим злом. И это печальное состояние он уносит с собой в будущую жизнь, уносит в вечность, в смерть, то есть в пребывание без благодати Божией. Это, собственно, и есть ад, аид, по-гречески место, лишенное света, света благодати. Но вернемся к священному тексту, разбираемой нами головы Евангелия от Матфея. За какие же добродетели удостаиваются вечного блаженства праведники? За какие преступления грешники идут в вечную муку? Ответ Христос Спаситель дает на это очень простой. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, вы посетили меня, и напротив, по отношению к грешникам, алкал я, вы не дали мне есть, жаждал, вы не напоили меня, был странником, не приняли меня, был наг, не одели меня, болен, и в темнице не посетили меня». Бог выдвигает простые нравственные требования. Не согласиться с ними невозможно. Речь идет о ближних наших, об окружающих людях. В каждом из них запечатлен образ Божий, в каждом из них сам Христос. Помогать и заботиться о ближних, значит делать это для самого Христа. Являть свое жестокое презрение к ближним, значит оскорблять самого Христа. Суд без милости, не оказавшему милости. Это тоже слова Священного Писания. В отношениях с окружающими проявляется подлинность и глубина религиозного чувства человека. Не уверяй других, что любишь Бога, если при этом проявляешь жестокость и бессердечность по отношению к ближнему. Учение о страшном суде Божием прежде всего побуждает человека приобрести доброе, милующее, заботливое сердце, которое открывает путь ко спасению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok